Вот мы видим, что оказалось очень рано. Заговорили о полной замене старых на молодых. Васильев яркий тому пример. Хотя новое поколение губернаторов все равно пришло. Они знают, как делать деньги. Их учили управлять. Они все равны, как на подбор. Как так получилось? Ксения Крихели съездила в Рязань и познакомилась с одним из них. Прошу прощения, Кольц, прошу не очень осторожно. Ну разве поступать с людьми вот так вот можно? Этот рэп – крик отчаяния обманутых дольщиков из села Дязьково в Рязанской области. Зима прошлого года. Люди вышли на холод просить помощи у властей. Купили квартиры в строящихся домах, но в итоге остались на улице. Нам ни Мальдивы, ни Канары, ничего не нужно. Достройте нам квартиры, чтобы мы жили дружно. Власти людей услышали. Взяли кредит под залог госимущества. И к сентябрю дома достроили. Произвели уплотнение застройки. Привязали один жилой дом. Появился актив для достройки. И два дополнительных этажа на двух жилых домах. Я очень рада, что я теперь счастливый обладатель квартиры собственной, а не обманутый дольщик. За свою двушку Татьяна тогда горе-строителям отдала миллион семьсот. Два с половиной года выплачивает ипотеку. За достроенную квартиру платить ничего не пришлось. Только сделать ремонт. Женщина говорит, эти 52 метра – настоящие хоромы. Здесь вот кроватку поставим. Ну, около окна как раз письменный стол большой поставим. То есть как раз светло будет. Помочь обманутым дольщикам – одно из первых обещаний нового губернатора Рязанской области Николая Любимова, который он выполнил. Еще в феврале, когда состоялось назначение любимого исполняющим обязанности главы региона, президент посоветовал ему быть ближе к людям. Губернатор Путина услышал. Нельзя быть черством. Надо слышать людей и сопереживать. Ну, никуда не денешься. Понятно, что легче всего такое иметь жесткое сердце. Но на самом деле без того, чтобы слышать людей, которые к тебе обращаются, для которых ты работаешь, собственно говоря, без этого успешного губернатора быть просто не может. Ну и, конечно, решительность определенная. Про Любимова говорят – чиновник нового формата. А стиль работы уж больно похож на то, что принято называть ручным управлением. Два, три, поехали! Свой путь в политику Николай Любимов начинал в Калужской области. В конце нулевых был мэром Калуги. Потом работал в команде губернатора. После чего перешел в законодательную власть с последующим переездом в Москву. И уже в феврале этого года президент его назначил исполняющим обязанности губернатора Рязанской области. А в сентябре Николай Любимов победил на выборах на этот пост. Когда мы говорим «домой», это я о себе, о своей супруге, о своих детях. Это значит «в Рязань», это не значит «в Калугу». Дом – это то, где твоя работа, где твои близкие, где тебе нравится, где тебе комфортно. Николай Любимов – губернатор молодой, типичный представитель поколения технократов. Вот и на его рабочем столе одного компьютера явно недостаточно. Это мой личный, которым я пользуюсь, если мне нужно, допустим, выйти в интернет. Это компьютер, который связан с графиком, с почтой, потому что это разные системы. Кроме гаджетов, здесь практически все, как и было при прежнем руководителе Олеге Ковалеве. Новой мебелью нынешний глава региона обзаводиться не стал. Зато за семь месяцев своего губернаторства поднял свой рейтинг. Сейчас занимает 59 место. Его предшественник не поднимался выше 75-й строчки. Хотя критиковать прежнего губернатора, признается Любимов, не за что. «Здесь не было каких-то провальных вещей, здесь не было каких-то серьезных проблем, много задач, но эти задачи решались и до меня». Но если успехи предыдущего губернатора выражались в сухих цифрах, управленческий аппарат сократился, экономика выросла, доходы бюджета увеличились. Новый руководитель завоевывает сердца иначе. Людям он явно по душе. Ни тебе за облачно дорогих костюмов, ни длинных кортежей. В общении скромный и обаятельный. Любимов человек дела. В Калужской области принимал участие в создании экономического чуда. Строительство самого крупного в России автокластера. В Рязанской области со строительства и начал. Вроде бы и ничего кардинального, но все долгоиграющие проекты сразу разморозились. Вот и с деньгами на возведение больницы скорой помощи вопрос решил. Денег бюджетных не было совсем. И вот только в сентябре финансирование возобновилось. Выделено дополнительно 300 миллионов. И строительство будет идти совсем другими темпами. Губернатор Рязанской области Николай Любимов сегодня открывает мост через реку Проня. Вот примерно так каждый день начинаются выпуски новостей у наших рязанских коллег на Радиомир. Информационных поводов глава региона каждый день подбрасывает по несколько штук. Да и вообще не чужой человек. Летом, например, вместе покоряли небо на фестивале воздухоплавания. Отныне мы шар вверх. Он словно знает, что на самом деле людям нужно. И каждым решением попадает в точку. Поправили свое здоровье дороги в Рязани и Рязанской области. Наверное, были хорошие деньги выделены. Ремонтировать дороги начал. И это очень хорошо. Жизнь пошла, движение почувствовалось, что все-таки губернатор молодой. У меня родственники из Калуги. Откуда они там? Откуда он? Ну и жалеют о том, что он оттуда уехал. А сам губернатор переживает. В отпуск уйти никак не получается. В его сегодняшнем графике открытие моста, две большие встречи, около десятка переговоров. Отдохнуть 31 день. И вот этого я не могу. Даже 24-24. Вот этого я не могу себе забывать. Ради интервью нашей телекомпании он пожертвовал обедом. И уже поздно вечером уехал в свой рабочий кабинет готовиться к прямой линии губернатора с народом. Ксения Крихеля, Мария Солопова, Михаил Артемов, Сергей Евсеев и Леонид Шаталов. Вместе Россия. Вместе Россия.